Здравствуйте! С вами программа «Секреты здоровья». И её ведущие Анна Демидович. И квалифицированный врач-педиатр Екатерина Юрьева. Мы расскажем вам о медицине для всей семьи, дадим ответы на самые актуальные вопросы, ну и, конечно, откроем секреты, как сохранить здоровье на долгие годы. Ну а тема нашей сегодняшней программы, я уверена, актуальна для многих. Да и я сама, если честно, очень часто оказываюсь в такой ситуации. Как только моя трёхлетняя дочка Тая заболевает, все домашние через несколько дней оказываются на больничном и с температурой. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о простудных заболеваниях, как обезопасить всю семью и укрепить иммунитет. Рекомендации специалистов по этой теме мы получим немного позже в нашей специальной рубрике «Рецепты здоровья». А пока что, если честно, Катя, мне очень интересно узнать, какому количеству семей ты уже успела помочь за годы своей практики. Слушай, не поверишь, буквально недавно задалась с этим вопросом, получилось более трёхсот тысяч семей, которые... Сколько? Триста тысяч! Слушай, ну я уверена, на самом деле, что теперь у тебя их будет ещё больше, потому что впереди наша постоянная рубрика от Екатерины Юрьевой. В ней мы разбираем самые насущные вопросы каждого из родителей. И сегодня поговорим о качественном и крепком сне наших малышей. Перед тем, как мы поговорим с вами о трёх методах самостоятельного засыпания, мне хочется сделать маленькую ремарку, что эти методы, которые мы сейчас обсудим, они подходят для детей, у которых уже есть режим, у которых есть хорошее и комфортное время бодрствования, и мама знает, когда ребёнок примерно ложится спать. Ну что ж, начнём. Первый метод, и он занимает у нас третье место по своей популярности. Это метод «Обнял-положил». В чём суть метода? В том, что когда мама укладывает ребёнка спать в кроватку, она его берёт на руки каждый раз, когда он заплакал. То есть она видит, что ребёнок заистерил, что ему стало страшно, что он начал кричать, и маме стало некомфортно. Она его берёт на руки, быстренько успокаивает, и как только чувствует, что ребёнок успокоился, кладёт его обратно. То есть если ребёнок плачет 10 раз подряд, мы его 10 раз поднимаем, успокаиваем и кладём обратно? Абсолютно верно. Но здесь нужно понимать разницу между тем, что ребёнок просто кряхтит и недовольный, и тем, что он действительно раскричался, у него истерика, он не может сам себя убаюкать, и тогда мама его берёт на руки. То есть это не так, что, знаешь, каждую секунду поднимаем, опускаем. На любой звук подрываться. Да, то есть мы должны всё-таки выдержать какое-то количество времени. Кать, ну а по твоему опыту, вот такая методика, сколько времени занимает для того, чтобы ребёнок адаптировался? Смотри, если у ребёнка изначально есть режим, то методика может занимать 5 дней, 5-7 дней. Если у ребёнка нет режима, то это может быть 2 месяца. 2 месяца, ребята, к этому точно не все готовы. Здесь, наверное, для самых терпеливых родителей. Хорошо? Методика Элизабет Пентли. В чём суть? Она достаточно лёгкая, она практически без слёз. И заключается она в том, что мама до момента укладывания ребёнка полностью успокаивает его на руках. То есть за секунду до того, как ребёнок засыпает, вот прямо он уже в такой, знаешь, в дреме, в сонном состоянии, нужно его положить в кроватку. Итак, мы переходим к самой популярной методике. Её используют большинство, количество семей в России. Кстати говоря, все методики, они пришли из Европы и Америки. Но вот эта методика стула, она называется, используется россиянами чаще всего. В чём суть методики? То, что мы кладём ребёнка в кроватку, он достаточно уже тоже такой, может быть, сонный, и садимся рядом с ребёнком, рядом с кроваткой на стул. Так. Можем ребёнка поглаживать, то есть сначала может быть прям контакт. Можем держать его за ручку, можем гладить по головке, можем похлопывать по попе. И потом с каждым днём мы будем уезжать всё дальше и дальше и дальше со стулом. Для того, чтобы было мягкое разлучение, для того, чтобы ребёнок чувствовал, что мама в комнате, что он в безопасности. И через какой-то момент ты оказываешься за дверью, сидишь на стуле в коридоре вот так, и такой, да, получишь. Какую дистанцию ты рекомендуешь за раз? Вот один шаг – это сколько сантиметров? Одна ночь – это вот на сколько нужно уехать за одну ночь? Вот когда ты отпустила ребёнка уже вот всё, ты не касаешься ни ручки, ничего, то ты делаешь такой, ну, большой шаг, знаешь, где-то вот четыре шага. Самое главное – не сорваться с этого стула. То есть когда ребёнок что-то там зашуршал, потому что нужно будет снова двигать его обратно ближе. Это самая долгая методика, и поэтому если вы будете действовать именно по ней, я желаю вам удачи! Бывает так, что все попытки уложить ребёнка вовремя терпят неудачу по одной единственной причине. Малыш подхватил вирус. Он капризничает, и поэтому у него не получается заснуть. Мамы без паники. Для защиты в сезон простуд – противовирусный препарат Кагоцел. Уже с первого дня приёма и независимо от типа вируса помогает снижать выраженность симптомов гриппа и ОРВИ, а также сокращает длительность заболевания. Подходит для детей с трёх лет. Ну а сейчас, как я и обещала, наша рубрика «Рецепты здоровья». В ней мы собрали самые актуальные вопросы, и вместе с Екатериной и нашими специалистами в области медицины постараемся вам на них ответить. Ну а я напоминаю, что тема нашей сегодняшней программы – простудные заболевания. И мы вместе с вами узнаем, как обезопасить всю семью и укрепить иммунитет. Ну а первый вопрос к нам сегодня прилетел от Алины из Люберец. Здравствуйте! У нас большая семья, и мы все уже устали болеть по кругу. Частые больничные мужа могут привести к тому, что его просто-напросто уволят. Расскажите эффективное средство, как находиться в одном помещении и не болеть. Спасибо! Нужно принять тот факт, что заболеют, вероятнее всего, все, может быть, не сразу, может быть, постепенно, не рассчитывать на что-то лучшее, и тогда уже будет большой бонус. Второй момент – это когда кто-то заболевает из семьи, особенно если там есть второй ребенок, третий ребенок, не только взрослый, то первое, что нужно делать – это гигиена и проветривание. В доме должно быть влажно и холодно. Привет бабушкам! Еще важный момент по поводу лечения. Если врач назначил 7 дней лечения антибиотиков, то нужно 7 дней лечиться, даже если после третьего дня ребенок стал лучше, потому что тогда это будет вот этот вот безостановочный круг. То есть здесь важно запомнить, вот если вам прописали пить их 7 дней, а вам через 3 дня стало лучше, это не значит, что вы сами отменяете себе дальнейший плюс? Абсолютно верно, абсолютно верно. И последнее – это прогулки. То есть несмотря на то, что все думают, что если мы болеем, мы сидим только дома, понятно, что если заболевание контагиозное, высоко заразное, то тогда лучше сидеть дома, например, когда ветрянка или что-то подобное. Но если это обычные ОРВИ без температуры, на улицу открываем все окна и двери, проветриваем, влажная уборка, и тогда действительно кто-то может не заболеть. Тогда это будет плюс. Я правильно понимаю, что если у ребёнка нет температуры, мы можем смело выходить на улицу? Абсолютно верно. Ну а сейчас к нам присоединится наш эксперт, врач-реабилитолог Валерий Васильев. Он расскажет нам всем, как добиться того, чтобы температура нашего тела всегда была 36,6. Друзья, не обольщайтесь. Находясь в одном помещении в большой семье, вы так или иначе переболеете. Всё зависит от исходного уровня здоровья, от вашего иммунитета и от образа жизни. Поэтому если один человек у вас заболел, открывайте окна, проветривайте помещение, занимайтесь физкультурой для общего оздоровления организма. Да, если бы ни один инженер в далёком 1843 году, который запатентовал таблетку в том самом виде, в котором мы сейчас с вами её знаем, даже не представляет, чем бы мы сегодня лечились. Ну а мы продолжаем. И следующий вопрос нашим знатокам задаёт Валерий из Москвы. Здравствуйте. Я занимаюсь спортом, и бывает, что во время активных тренировок на улице я подхватываю простуду. После недельный перерыв и снова нужно нагонять результат. Скажите, как можно нетравматично загоряться и укреплять иммунитет? Здесь нужно изначально подумать о том, как вообще человек восстанавливается. Потому что часто бывает, что да, я такой спортсмен, я пошёл там бегать, прыгать, ездить на велосипеде, готовиться к триатлону, но не даёт возможности организму просто элементарно восстановиться, набраться сил, нормально питаться, хорошо спать. И это очень важный момент со спортсменами, особенно с теми людьми, которые готовятся к соревнованиям или действительно хотят всегда быть в форме. И вот эта история, что я неделю болел, значит, мне следующую неделю нужно ещё больше. Надо наверстать. Да, нужно наверстать. Нужно комфортно, в спокойном, безопасном, бережном режиме потихоньку набирать вот этот вот пул тренировок в большом количестве. Спасибо, Катя. Ну а теперь давайте узнаем, что об этом думает наш сегодняшний эксперт, врач-реабилитолог Валерий Васильев. Подходить к вопросу закаливания нужно заранее. Готовьте себя ещё летом, постепенно уменьшая температуру воды в душе до максимально терпимой. И тогда к холодному промежутку времени вы подойдёте подготовленным. Также следите за уровнем витаминов в крови и правильно подбирайте одежду для уличных тренировок. Как всё-таки здорово, что сегодня наши зрители заботятся не только о том, чтобы укрепить свой иммунитет, но и задаются очень правильным вопросом, как это сделать максимально бережно по отношению к самим себе. Вот, кстати, на Руси лучшим способом в борьбе с жаром считалась крепко натопленная банька. Это, конечно, сейчас мы понимаем, что такая баня может только усугубить течение болезни, но, думаю, многие со мной согласятся в одном – это отличный способ расслабиться. Ну а о том, какие ещё приятные и полезные вещи мы можем внедрить в свою жизнь, чтобы быть красивее и здоровее, мы поговорим в нашей следующей рубрике. Хорошее самочувствие, конечно же, это система. И если делать определённые ритуалы каждый день, причём можно на них тратить 15-20 минут, это будет точно залог вашего хорошего иммунитета и здорового образа жизни. Итак, первый ритуал – это питьевой режим. Везде трубят, что нужно пить от 5 до 10 литров. Да, абсолютно страшные цифры. Абсолютно страшные цифры. А представляете, какая-то нагрузка на почки. Поэтому пьём от 20-40 миллилитров на 1 килограмм. Это примерно, если вы весите 60 килограмм, вы будете пить от 2 до 2,5 литров воды. И самое важное, что я хочу здесь сказать, ни в коем случае нельзя сразу пить 1 литр или сразу выпить 2 литра. Что ещё хуже – вспомнить вечером о том, что вы вообще ничего не пили, и сразу залить в себя 3 килограмма воды. Утром вы просыпаете вот таким осиным лицом, глаза заплывшие. Конечно, никакого толку здесь нет. Поэтому как мы делаем? Распределяем. Конечно. С утра встали, выпили тёплую воду, запустили все процессы, лимфа пошла, организм проснулся. И можно поставить стаканчики себе на стол в офисе, например, или дома, разлить сразу же то количество, которое вы будете пить, и у вас будет наглядно вся ваша вода, которую вам нужно выпить в течение дня. Кстати, о лайфхаках. Потому что многие не могут запомнить историю с водой, когда пить что. Есть приложение, которое можно скачать. Кстати, сейчас-то очень удобно. Да, конечно, которое напоминает. Современный мир даёт нам много бонусов. Скажи, пожалуйста, и правильно я понимаю, что здесь речь идёт исключительно о чистой воде? В эти 2-2,5 литра точно не входит чай, кофе, соки, газировки и всё то, что наш организм хотел бы считать жидкостью, но это не то. Слушай, я бы вообще сказала, что всё, что ты перечислила, прям лучше бы отказаться, если честно, если хочется прям по-настоящему говорить о здоровом образе жизни. Идём дальше. Второе – это у нас витамины. И что здесь делают все? Ты точно знаешь. Ну-ка, расскажи мне с витаминами. Мне кажется, сейчас, вообще последнее время, в тот момент, когда у нас появилось огромное количество социальных сетей, а в этих социальных сетях такое количество экспертов, наши люди просто безудержно стремятся купить какие-то БАДы, какие-то таблетки. Я крутой, я на правильной волне, я сейчас тут всё себе прикуплю, все дефициты свои запомню, при том, что ни анализов ты не сдал, врача-то этого в глаза не видел, но при этом зато ты в тренде, ты что-то там употребляешь. А значит, выпишу тебе рецепты по аватарке. Да. Поэтому, что я хочу вам сказать, дорогие зрители, о том, что ни в коем случае не ставьте себе диагнозы, ни в коем случае не применяйте огромное количество для себя каких-то лекарственных препаратов. Нужно сдать анализы, нужно посмотреть, какие у вас дефициты, не просто их придумать. Вот, я вот что-то плохо себя чувствую, наверное, вот у меня такой-то там дефицит. Маша подсказала, блогер подсказал, и поехали. Сдаём анализы по состоянию. Причём, в самом начале вам хватит сдать анализ крови и анализ мочи. А мы плавно переходим к третьему. Это, естественно, о него мы уже сегодня говорили. Все о нём говорят, и никто его не видел. Это здоровый сон и режим. И это основа основ, это просто кит, мне кажется, здорового образа жизни, хорошего состояния. И нужно начать с того, что когда ты утром пробуждаешься, вот ты уже выпил воду, ты уже знаешь, какие тебе витамины принимать, ты уже понимаешь свой организм. И ты просыпаешься с утра и понимаешь, что всё равно плохо себя чувствуешь, всё равно какая-то апатия, вялость. Это про меня. Да, ну ты мама, слушай, там вообще другая схема работает. Нужно понимать, во сколько ты ложишься. Потому что кто-то ложится в два, встаёт в 12, биологические ритмы полностью вообще разрушены. Или кто-то, наоборот, ложится в два, встаёт в 6 утра, организм просто не высыпается. Потому что сон, он нужен для того, чтобы восстанавливаться, для того, чтобы всё то, что ты получил в течение дня, разложить по полочкам, чтобы каждый орган, каждая клеточка восстановилась. И поэтому нужно ложиться спать до 10. Ну то есть лучше, конечно, до 10, но это сказка, это невозможно. До 11 было бы хотя бы прекрасно. То есть в этом смысле биоритмы – это не сказка и не фантазия. Нет, это… Это то, что действительно нужно в себе воспитать. Слушай, это вообще капсула долголетия, я тебе хочу сказать. Это режим. Это действительно очень трудно в мегаполисе, это действительно очень трудно, когда у тебя есть дети. Но если об этом задуматься, то всё получится. Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, надеемся, сегодня мы ответили хотя бы на часть ваших вопросов о здоровье. Будем рады обсудить с вами и другие медицинские темы ровно через неделю. Будьте счастливы и не болейте. До новых встреч на ТВ-3.